селедочка идет на нерест сейчас самый сезон селедочка донская только из воды вот такая прелесть крупная свежая а я какая вкусная будет бобик сидит уже охраняет здравствуйте друзья я приветствую вас на своем канале сегодня мы в очередной раз на дону вот такая красота здесь весна прохладненько правда ну сегодня у нас засолка сельди самый простой способ вот такая вот донская селедочка у нас пошла недавно вот она сейчас в дону такая красивая свежая и очень сейчас мы ее будем солить самый простой способ засолки это сухой здесь ну наверное практически все таки соли берем просто соль и пересыпаем каждый слой много не надо соли так лишь бы она была немножко присыпана и укладываем слоями вот такая красавица огромная селедка просто для донской селедки это огромная селедка а какая она жирная мой такая вкусная вот такую селедку надо только пробовать иначе не почувствуете это по видео какая она классная ну и чуть-чуть присыпаем прохладненько у нас конечно свежая селедка она самая вкусная соль самая обычная помол номер один не иодированная не экстра ну вот так вот все просто на дону практически все так солят именно обычный простой сухой способ засолки без всяких тузлуков но когда ловят прям на берегу и по одной штучке тогда чтобы она не портилась берут прям с дона ведро воды засыпают на ведро килограмм соли и прям сразу с крючков снимают селедку и бросают в этот тузлу и все и она тогда не портится она сразу солится прям прям с воды у меня тут есть еще довесок вот рыбчик вот такой красивый я его буду солить точно так же вместе с селедкой вот такой красавчик тоже жирный тоже очень вот такой прекрасный рыбец сказал рыбчик не все могут понять что ну вот еще такая очень вкусная золотая рыбка очень вкусная слушай ну чтобы я тогда руки не это не пачкал баллон все она сейчас в течение там два-три часа уже пустит сок и уже будет таком собственном тузлуке ну что друзья донская селедочка вместе с остальной вкусной рыбкой солилась 6 суток вот такая она получилась это верхняя рыбка вкусная которая пойдет на вялку я ее сейчас вытаскиваю часть такой чуть помельче я кстати уже вынул вчера но а вот такие крупные экземпляры я все таки решил подержать еще сутки чтобы они не прихватили запах вот я их отдельно буду вымачивать ту рыбку я уже подвялил вялась она меньше суток я повесил вот здесь прям при открытом окне на ветерочек и вот прям за сутки вот рыбка ну чуть чуть поменьше этой она уже подвялилась и была именно того состояния которое уже сразу можно кушать поэтому часть я попробовал а часть я сразу завакуумировал и положил на долгое хранение в морозильную камеру это самый лучший вариант вот такую рыбу вакуумировать это я думаю оптимальный вариант хранится она так очень долго и не портится после достаете и в принципе получается вообще как свежая рыба которую вы только что сделали ну вот рыбец такой красивый тоже вот еще рыбец большой красивый это все идет на вялку вот рыбец это я сейчас залью холодной водой и вымачивать буду наверное часов 12 чтобы рыба была такая малосольная вот какой рыбчик красивый большой очень жирная рыба хорошая так и вот осталась селедка уже вот она селедочка сейчас я ее вынимаю споласкиваю холодной водой чтобы она дальше не просаливалась потому что вот для меньших размеров хватает 5 суток запросто для хорошего такого малосольного вкуса но вот эта крупная все таки по сравнению с теми вот вот такая хорошая селедочка я ее решил все таки на сутки тоже продлить засолку солилась она у меня вся в холодильнике поэтому температура в холодильнике была что-то около 8 градусов поэтому никакого запаха она не прихватывает и солить конечно лучше в холодном месте потому что сейчас вот у меня термометр показывает 28 градусов на улице поэтому уже опасно рыбу где-то на открытом воздухе солить она сразу же прихватит запах вот такая красивая все сейчас я эту рыбу промываю немного я ее хочу подвялить вернее даже не подвялить ну чтобы просто с нее вот это вот мокрое стекло все равно основную массу этой селедки я буду вакуумировать тоже потому что ее здесь достаточно много там около 10 килограмм все естественно сразу не съешь и хранится она будет тоже в морозильной камере сейчас естественно я вот такие красивые экземпляры отберу себе на сегодня покушать на дегустацию это будет чуть попозже но сейчас займусь вот этой селедочкой промою все и будет хоть какой-то запас на лето вкусной нашей донской хорошей рыбки ну вот рыбу для вялки я хорошо промыл холодной водой от соли вернул ее назад в контейнер опять залил холодной водой и отправляю сейчас в холодильник вымачиваться часов на 12 даже на 15 может быть посмотрю оторву там перышко у крупного экземпляра и попробую на соленость потом выпишу на вялку ну вот так друзья уложил я селедочку на простынку чтобы лучше вода впитывалась в нее сейчас открою все окна и подержу ее на сквозничке час-полтора чтобы она чуть-чуть просохла и стекла выбираем селедочку которую будем сейчас дегустировать вот я оставлю вот эту вот эту красивая хорошая и наверное вот этих парочку ну теперь еще один важный момент нам селедку нужно сохранить и вот вакуумация это самый лучший вариант все края запаял теперь примерно подбираем какая должна быть длина ну и все теперь складываем смотрим сколько будет помещаться или распределяем по порциям какие нужны чтобы например достать три-четыре штучки чтобы на один раз можно было покушать наверное четыре сюда все-таки положу отлично хвостик этот надо все равно оставлять побольше потому что рыба сырая вполне возможно что с нее пойдет какая-нибудь жидкость чтобы это сразу не захлестнуло вакууматор то лучше оставлять хвостик длиннее ну и пробуем вот и все селедочка сразу отправляется в морозильную камеру и хранится она так будет очень-очень долго если хотите сохранить то полгода пролежит запросто а то и больше с прошлого года у меня свежая правда селедка ну хранилась буквально до прошлого месяца до следующего сезона селедки и когда я ее готовил не было никакого старого запаха прекрасно она вот в вакууме себя чувствует ну и так же делаем всю остальную селедочку вот за счет того что я ее все-таки немного подсушил с нее не потекла вода с нее не потек рассол потому что когда он течет иногда бывает даже вот этого хвостика не хватает начинает туда все это заливаться вакууматор это не очень хорошо но я не знаю как у других у нас еще существует такое понятие как селедка провесная вот берут тоже солят селедку точно так же как обычным там бочковым способом после ее еще берут и вывешивают там на сутки надвое как обычную вяленую рыбу и немного подвяливают селедка такая приобретает немного другой вкус тоже очень-очень вкусная вкус насыщенный такой но не такой как у обычной вот селедки которая солится там сухим способом бочковым или в тузлуке она немного другая но тоже очень-очень вкусная и вот что еще хочу заметить рыбу селедку вот такую желательно закладывать головой вот к торцу потому что вот сейчас вакуум начинает высасывать жидкость из головы а пока она до хвоста доходит уже пакет завакуумирован так что вот такой способ совершенно безопасный он прекрасно завакуумировалась вот такая красота чистим нашу вкусную селедочку я обычно вот здесь надрезаю вдоль крипта она так быстрее чистится сразу вырезаю плавник и все свежая селедка всегда плохо чистится вот такая жирненькая прям руки все сразу жирные стали и я вот обычно вырываю вот это вот костистая пузико тут есть особо нечего оно все такое жесткое вот эта вся часть жесткая я его сразу выбрасываю и все ну и здесь если икра есть естественно икру в тарелку и рыбку режем порцию а сюда ну что друзья пробуем нашу селедочку донскую достояние нашего края смотреть смотреть даже невыносимо сразу селедочку я вот мимо пройти нее не могу масло наше ароматное вареная картошечка ох как же это все вкусно что еще нужно для полного счастья бородинский хлебушек и продукт ледяной с морозилочки удачи вам ребята счастья здоровья мира самое главное мира хватит воевать давайте друзья за вас ну вот смотрите она светится вся светится с нее жир капает ммм такая нежная малосольная вот правильно что я ее оставил на шестой день потому что она все таки крупноватая за пять дней она не просолится и будет совсем малосольная а вот шесть дней вполне достаточно совершенно идеальный вкус совершенно идеальный вкус прям вот малосольная малосольная ой какая она вкусная ммм вот реально не ел вкуснее селедки пробовал много у нас базар в общем то такой очень крупный рыбный да и вообще и мясной вообще базар самый большой на юге России и вот сколько там этой селедки очень много атлантическая и там и алюторская пишут что алюторская многие говорят что алюторская очень вкусная хорошая я специально брал ну вполне возможно контрафакт потому что все таки очень далеко везти сюда хотя икра у нас тоже красная здесь все завалено в общем то везут раз икру везут значит и селедку должны везти и залом у нас здесь и астраханский и вся остальная селедка пробовал все пробовал все но это все равно вкуснее не знаю почему может из-за того что там ее солят все таки долго пока довезут пока она там это ну у нее даже консистенция мясо другая вот здесь ну вот кто донскую селедку пробовал все знают что у нее мясо вот как масло оно прям его прям можно брать и на хлеб мазать там у другой селедки у океанской вот у нее совсем другая вот ну состояние этого мяса состояние вот она более волокнистая а здесь она такая вот мелковолокнистая вот она вот именно ее можно мазать не знаю я даже не знаю как объяснить но ее нужно только попробовать потому что может та ваша селедка которую вы очень любите после этой покажется вам не очень вкусная ну для нас вот кто вырос на дону вот вкуснее селедки просто нет это реально просто нет ну за это надо повторить я вот маленький был живу я тут ну если быстрым шагом то минут за двадцать за двадцать пять можно дойти до дона поэтому как бы мы даже детьми бегали на дон там войнушку играли вот и отец меня возил тоже там в кумжинскую рощу у нас и вот чуть дальше это в принципе это черта города и там рыбаки еще ловили донскую селедку в промысловом масштабе это были рыбколхозы и в сезон они ее ловили отправляли там в москву в основном и она продавалась в общем то в магазинах и вот когда начиналась эта путина когда селедка шла вот где-то середины апреля до ну до июня там так идет она сильно рыбаки там забрасывали огромные сети и когда они вытаскивали эти сети там собиралась куча народа бабушки с соседних там деревень мы с отцом подъезжали там на машинах кто-то подъезжал вот у нас еще двадцать первая Волга была вот это точно я помню по детству и вот они вытаскивали основную массу селедки они забирали и вот то что вот там вокруг этих сетей валялось они так отдавали вот людям люди ходили и собирали себе там сколько кто возьмет никто даже о ней не задумывался ее было очень много сейчас конечно с каждым годом дон мельчает все они там какие-то шлюза строят там не знаю что они будут еще дальше делать скорее всего если эти шлюза построят которые вот собираются там в Багаевской то вообще может резко сократиться популяция селедки потому что раньше когда не было шлюзов туда вверх по дону она доходила до пятисот километров вверх на нерест она шла буквально по всему дону а сейчас естественно все эти припоны не дают селедке хорошо развиваться ее все меньше и меньше там конечно сейчас нерест селедки гоняют за нее там бегают на этих на катерах мотаются запрещают ловить но народ все равно потихоньку ловит в принципе на резинку можно ловить это такая снасть называется морская снасть длинная резинка такая как раньше вот эти планера запускали и очень длинная на конец привязывается груз на другой конец привязывается леска и на леску вот как морская снасть на самом деле вот самодур называется через каждые там 15-20 сантиметров 30 сантиметров небольшой поводочек и крючок с перышками там с каким-нибудь там кембриком и это все затаскивается в дон с такой возможностью чтобы резинки хватило натянуть полностью всю эту леску с крючками до берега в общем у нас так ловят уже очень давно и вот забрасывают туда резинка сама затягивает крючки и просто эту леску дергают и селедка бросается там на эти на перышки на кембрик на это и хватает ну мы так ловили иногда хорошо ловится иногда плохо ловится но в любом случае сейчас ловится сейчас берега у нас на дону забиты рыбаками которые прям приезжают на ночевки на несколько дней и хорошо ловят селедку запасаются потому что сезон все-таки короткий она очень быстро заканчивается сейчас она от невеститься и вообще потеряет всю свою прелесть потому что она и жир потеряет и будет не такая вкусная а вот сейчас вот эта селедка первая ранняя она самая-самая вкусная это вот ну просто прелесть вот жир что-то я углубился в селедку очень ее люблю не могу я мимо не могу пройти меня аж трусить начинает ладно ребята за вас как всегда счастья вам друзья от всей души как же это вкусно она прямо на самом деле масляная и вот картошечка вареная с домашним маслом никакое мишленовское блюдо ресторанное не поменяю на вот эту вот вкусноту многое был в разных местах за границей естественно везде ходил по ресторанам да есть вкусно есть много чего вкусного но оно очень быстро надоедает ну все русские это понимают когда выезжаешь там отдыхать куда-то в Турцию там Египет или еще куда-нибудь сначала все вкусное через три дня уже начинаешь маяться уже ходишь убираешь а уже к концу поездки там это десять дней уже мечтаешь о борще о селедке о вареной картошке ну мы такие мне не надо всяких там изысков я очень много всего попробовал в разных концах света был но вот это для меня это вершина пирамиды очень вкусно еще я люблю вот уксусом прибрызнуть к селедочку и лучок ну даже даже трудно описать эту вкусноту если кто у нас на Дону бывает вот в Ростове вот весной майские праздники обязательно попробуйте селедку обязательно только нужно взять именно Донскую потому что у нас сейчас ухари такие завозят неизвестно какую неизвестно с каких мест и выдают ее за Донскую цена бешеная вот у нас сейчас на местных рынках такая селедка стоит 500 рублей вот килограмм так что естественно люди сейчас идут на все ухищрения чтобы заработать поэтому лучше конечно знать точно что она Донская пробуйте ребята и вам тоже очень понравится я уверен что ты не